Это рубрика от Нуба до Бога, с нулевого аккаунта я буду развиваться до очень топового аккаунта, как у меня основной, после чего я разыграю этот аккаунт и также сделаю мини-конкурс. За первое место ты получаешь этот аккаунт, за второе место ты получаешь 500 робоксов, за третье место ты получаешь 250 робоксов и с четвертого по десятое место мои подписчики получают по 100 робоксов. Также, ребята, если хочешь выиграть этот аккаунт, тебе нужно постоянно комментировать серии, также ставить лайки на серии. Если ты это все сделал, то у тебя будет очень огромный шанс выиграть в этой рубрике. Всем удачи и приятного просмотра! До сих пор не знаешь, где купить топовый аккаунт в симуляторе пчеловода, так и еще и с большим количеством робоксов на балансе, тогда я вам расскажу о группе Бис Варм Продажа. Эта группа работает уже 4 года на рынке, а также я тебе лично отвечаю, что это самая классная и крутая группа по продажам. Лично сам покупал у них много раз аккаунты и оставался довольным, так что переходи к ним по ссылочке в описании, а также я тебе оставлю ссылочку на них в закрепленном комментарии. Это Бис Варм Продажа, она такая одна. Ииии всем привет дорогие друзья, Косик Попа на связи и сегодня у нас выходит новая серия от Нубада Бога, именно 12ая часть. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Ну и также поставь колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Но в принципе мы погнали. Как вы помните мой аккаунт от Нубада Про кто-то взломал, точнее от Нубада Бога, извиняюсь, да, кто-то взломал и я вам показывал это видео, то что как бы аккаунт был взломан. Поэтому нужно как бы вот это все поменять, изменить моих пчел, хотя бы сделать хоть каких-то. Многих пчел я потерял, поставил всех своих ивентовских пчел. Также, ребята, мне удалили весь мой донат. Но хорошо то, что в симуляторе пчеловода все равно по каким-то сохранениям у меня остался купленный геймпасс. Хонеймейкинг Спид, то есть вот это... Ребят, открылась новая классная группа по продаже аккаунтов в Бесварм. У них можно купить крутые аккаунты, так еще и с донатом по дешевым ценам. Взлетайте и покупайте. Геймпасс у меня остался, также у меня еще осталась пчелка BRB, тоже у меня как бы тоже осталось. То есть это не удалилось. Удалился только вот этот геймпасс, геймпасс X2 Ballin Pass, да, если честно, обидно то, что как бы он удалился. И также, ребята, как вы можете заметить, у меня новый курсор, теперь я буду так снимать, потому что как бы зачем я это вообще сделал. В общем, скачал блокстрап, это приложение позволяет делать чистоту кадров хорошую, также можно курсор поменять. Также можно еще много всяких модов поставить, но я это не стал делать, поскольку я просто хотел сделать себе, получается, игру в 144 Гц. Поскольку у меня монитор 144, я хочу играть, в принципе, как и во всех играх, чтобы у меня очень классно и все, в принципе, плавно выглядело. Даже можно нажать вот так вот. Давайте вот так вот нажму. Так, не то нажал. Смотрите, ребята, сейчас вот. Сейчас. Попробую нажать, чтобы вам показать. Вот, я показываю вам менюшку, где написано FPS, и тут у меня показывается, что 144 Гц, то есть FPS 144. У меня тоже будет показываться. То есть я сделал прикольную такую тему. Так, надо убрать теперь это. Убирать это, к сожалению, все очень долго. Давайте я сейчас уберу ее, и мы вернемся к видео. Так, ребята, убрал эту менюшку, ее убирать все-таки сложно на полном экране. Ну, в любом случае, что я хочу сделать? В общем, давайте конвертируем этот мед, который у меня там 2 миллиона лежит, и пойдем что-то сделаем. Кстати, ребята, я так подумал, что я вначале, как вы помните, на этом аккаунте я должен сделать красную пыльцу. Сразу я буду идти, ребята, в синюю пыльцу, потом буду уже переходить в красную, потому что так будет фарм намного быстрее, и тем более я буду фармить намного больше. То есть я решил так сделать, надеюсь, ребята, вы не будете как-то реагировать на это плохо, и просто меня поддержите, потому что вначале я пойду в синюю улей, а потом сразу перейду в красную. Я думаю, что такая структура фарма вам понравится больше, и она будет намного продуктивнее, чем я просто шел сразу в красную улей. То есть это было бы не очень интересно, очень долго я бы фармился. То есть давайте просто ускорим этот момент, и просто я пойду вначале в синюю, а потом перейду в красную. В общем, ребят, давайте я куплю сейчас на весь свой мед рейль-желе. Сейчас хочу поменять всех пчел своих, в принципе, что я хотел сделать в этом ролике. Поэтому давайте я это и сделаю, так что берем, давайте найду, где у меня, в принципе, рейль-желе, вот они. Также давайте посмотрим, так, на легендарке у меня легендарки, мы убираем, потому что мне бы хоть каких-нибудь пчел нужно выбить. Так, Фрости выпало, отлично. Дальше Бомбер. Пускай стоят эти все пчелы, потому что нужно понемногу моих пчел как бы возвращать. Нужно фармить больше, это обязательно. Синие пчелки, кстати, падают вообще отлично. Красную пчелу я, конечно, убирать буду. Так, красных пчел мы просто убираем, потому что вурии, они как бы мне, ну пока, пока что вообще не нужны. Позже, конечно, пусть будут, в данный момент я их уберу. Так, пусть пока остаются всякие синие пчелки. Так, красных пчел, как я и сказал, мы убираем, они не нужны. Так, лукер, ну пускай пока еще стоит. Пока еще пригодится. Кстати, вообще, очень странно, как меня могли взломать. Если честно, ну немного-то обидно то, что как бы потерял. Но эту прогрессию можно легко вернуть, поскольку, ну, в принципе, кстати, выпала одаренная пчела. Отлично, пускай стоит, наконец-то. Хоть одну пчелу одаренную мы вернули. Так, с Фрости пускай будет. Ну, прогрессию можно легко вернуть, в принципе. Ничего в этом сложного нету. Просто придется все это возвращать. Но это не тяжело. Так, давайте. Еще рейджли очень много. Если, кстати, как вы помните, мы выбивали в каком-то там ролике, ребята, мифическую пчелу на таком уровне. И, к сожалению, тот чувак, который взломал мой аккаунт, ее удалил. Если честно, это очень обидно. Потому что на таком уровне очень редко, когда может тебе выпасть хоть какая-то, получается, мифическая пчела. Ну, ничего страшного. Потеряли прогрессию, вернем эту прогрессию, которая у нас была, ребята. Так что можете насчет этого плана даже не беспокоиться. Потому что, в принципе, играть я умею. Играю в эту игру очень давно. Поэтому возвращать будет не очень даже тяжело. Но в любом случае нужно возвращать. Давайте, пару пчел мне осталось заменить. Так, пусть пока бамбл, вот эти все синие пчелы стоят. Потому что в любом случае они будут помогать мне ускорять мой фарм на много раз. В следующем видео вы увидите то, что меда у меня будет очень много. Потому что с этим ульем хоть как-то можно будет уйти вперед. Так, вот такой уль я сделал. Можно бамбла одного убрать и на оставшийся рейджли. Попробовать, конечно, что-то выбить. Вряд ли, конечно, что-то, наверное, выпадет мне. Но в любом случае можно попробовать. Его четыре штучки у меня остается. Ну и бамбл выпал. Ладно, пускай он стоит. Кстати, ну реально, 144 Гц очень сильно заменяется. Хорошо то, что я нашел такую программу, которую можно, в принципе, вот так вот FPS менять. В принципе, мне так намного больше будет нравиться и комфортнее играть будет. Кстати, кстати, ну амулеты у меня какие были, такие остались. В принципе, взломщик тут ничего не менял на аккаунте. Также я какой-то бейджик тут до видео выполнил. Не помню, какой взял бейджик. Вроде вот этот памкин. Ну, в любом случае, отлично. Буду пока прокачивать, ребята, от Нуба до Бога аккаунт. Позже опять вернусь к бустам подписчиков, потому что хочется заняться и своим аккаунтом. То есть вот этим аккаунтом, когда мы дойдем до красной пыльцы, в принципе, этот аккаунт, как вы понимаете, я тоже разыграю. То есть вот такая как бы тема. Ну, в принципе, все, что я мог, я по идее сделал. Можем попробовать, конечно, вкинуть, допустим, в лукера семечки. Вроде бы он семечки. А, ну, мы все семечки улетели, он не одарился. Это печальная новость. Так, ну, давайте тогда попробуем, попробуем, попробуем какую-нибудь синенькую пчелку одарить. Конечно, я не уверен, что это получится у меня. Но давайте все равно попробуем. Почему бы и нет? Если, конечно, одариться, будет очень круто. Так, давайте вот так вот. До девятого уровня мы ее вкачали. Давайте просто будем вхармливать, ну, по 100 штучек. Так, может реально одариться. Если одариться, будет реально круто. Очень круто будет. Ну, давайте все выкинем. У меня ничего не одарилось. Обидно, обидно Ну да ладно, кстати, клей у меня есть Ну и в принципе, что Больше другого ничего такого нет Ну главное, вернули одну как бы Одаренную пчелу, ну и на этом как бы все Пойду сейчас фармиться Завтра встретимся в новом ролике От Нуба до Бога Будем уже немного изменять В лучшую сторону свой тоже улей Нужно возвращать легендарных пчел Потому что фармиться с легендарными пчелами Намного лучше, чем С обычными, получается, редкими Ну в принципе, вот такой вот ролик вышел На связи был Косик Павел Оставайся добрым, будь мудрый В принципе, завтра увидимся на ролике Также не забывай подписываться на кино Также расскажи об этом видео своим друзьям Как больше наберем лайков Тем больше я мотивируюсь И тем быстрее я выпускаю видео Все, всем пока-пока, на связи был Косик Павел Оставайся добрым, будь мудрым, ну а всем Пока-пока